Добрый вечер вам, господа телезрители! Вы смотрите Фабрику на Муз-ТВ. С вами Маша Малиновская. Я рада сообщить вам, что, как и прежде, в обители полуфабрикатов круглосуточно работают 28 камер. А лучшие фрагменты из жизни ребят мы предлагаем вашему вниманию. Итак, начинаем! Вы не поверите, но в Звёздном доме снова гость. Да ещё какой! Человек-легенда! Гарик Сукачёв! А не скучно ли вам? Нет. Не скучно ли вам? А утром нет. А? Как вам фабрик? Это как кажется вообще? Четыре. Я считаю, что это очень хороший проект. Я много раз там... Меня спрашивали всякие журналисты. Мне кажется, что в области популярной музыки я это видел там и в Европе, в Фабрику. Ну, по телеку, да? Мне кажется, что это отличный проект совершенно. Потому что, конечно же, здорово, что молодые люди и совсем играющие и поющие музыку для молодёжи. Если раньше это такая прерогатива рок-музыки была, как бы эстрада в этом смысле... Ну, была, да. ...всё те же, всё там же, проходит десятилетие. Вот. Вот теперь как-то это всё изменилось, и потом, мне кажется, конечно же, то, что с вами занимаются профессиональные, реально, высокопрофессиональные люди, это здорово, конечно. Ну, что ещё, друзья мои? А в глубоком детстве вы выходили вот на эти запрещённые концерты квартирные? Конечно. Интересно просто, расскажите, как они проходили. Это просто очень интересно, на самом деле. Квартиры? Да. Ну, на самом деле, когда начались настоящие запрещенные концерты, я уже не был в глубоком детстве. машину времени. Вы уж сами их давали. Да. Ну, в общем, сами их уже начали давать. Интересно. Были люди, которые рисковали реально, и среди них, кстати, очень много ребят было из комсомол, комсомольцев. Комсоргов. Да, вот комсорги в институтах там и так далее, которые проводили под видом студенческих вечеринок, студенческих отрядов, концертов. А стали обогащение или просто вот... С целью обогащения, в смысле? Или за идею? Ничего. Абсолютное подвижничество. За идею? Да. Билет – это была такая открытка, которая продается на любой почте. Ну, с цветочками или там с чем угодно. Которая резалась на четыре части, и из детского мира, в детском мире продавали такие, знаете, наборы детских печатей. Ну, там в виде зайчиков, там бабочек и так далее. И все, там остался или зайчик, или бабочка, и все. И ты знал человека, у которого есть билеты на стейшн вот этой группы, там, предположим, машина времени, или там високосное лето, или там рубиновая атака. Групп было не так много. Вот. Ну, актуальных, скажем, групп. Я уж не знаю, до какой степени. Конечно, с этим мы боролись, там мы всех вязали, и постоянно мы писали объяснительные в милиции о том, что я шел по улице, ко мне подошел человек и предложил послушать прогрессивную музыку молодежного вокального инструментального ансамбля. Этого человека я не знаю. Я согласился пойти с ним и попал на данное мероприятие. После этого тебя совершенно спокойно отпускали. Сесть за решетку за эту музыку вообще? Не было статьи, да? Это называлось идеологическая диверсия, да? Тебя вызывал КГБшник, значит, говорил, ты скотина, значит, тварь, значит, последний подонок, значит, подрываешь там свою любимую страну, а твои акции, значит, и деды за это погибали, значит, мы вот будем тебя, значит, там и так далее. У всех по-разному было, ну, просто у всех это было, ну, как-то, я не знаю, в молодости мне было это очень прикольно. Я вообще не собирался становиться музыкантом никогда в жизни. Это удивительно произошло, просто вдруг то, что мне доставляло самое большое удовольствие, то, чем я занимался, разрешили. И разрешили как-то очень отстервенело. То есть, просто начались какие-то гигантские концерты, и я помню, что наши первые гастроли были, ну, такие настоящие. Мне было уже почти 27 лет, и я первый раз попал в гостиницу «Интурист». это была гостиница «Виру» в Таллине. И я попал в номер «Люкс». Я до этого не видел ничего подобного. Вот это была какая-то фантаста. А мне было, я уже был просто олдовый чувак. Ну, в общем, смешное время было. Я совершенно не ностальгирую по нему. Он такой забавный какой-то. Прикольно. Да уж, Гарику Сукачёву есть что рассказать. И не только о тяжёлых буднях артиста, но и о становлении рок-культуры в нашей стране. Кстати, как любители рок-музыки поддерживали начинающих музыкантов, так и вы, дорогие телезрители, можете поддержать новых звёзд нашего проекта. Примите участие в рейтинговом голосовании. Отправьте СМС-сообщение с фамилией участника по номеру 3434. Самый популярный полуфабрикат получит приз от дирекции фабрики. Ну, а самому активному абоненту достанется подарок – мобильный телефон. Напомню, что в гостях у полуфабрикатов Гарик Сукачёв. О своей жизни он рассказал. Теперь время и нашим ребятам поделиться звёздными впечатлениями. У меня так скачет. Я рос на «Машине времени», у меня папа очень любил. Там «Машина времени», потом кино мне подарили. Потом я очень резко переключился на рэп. Вот. Потом появился «Чиш», и вообще всё, блядь, что да. Ну, класс. А потом «Майкл Джексон». И вот так, блядь. Ну, отлично. Это говорит о том, что ты впитываешь то, что тебе нравится. Да это в кайф вообще. У меня так вообще всё было. Все направления. Да ради бога, конечно. Все джазы и не джазы, а рэп. Сейчас осталось так же. Абсолютно хорошая музыка или нехорошая? Потребитель всего. То есть у меня... Осталось качественное... Если меня что-то ломает, я просто переключу и буду слушать. Да, конечно. То есть я понимаю, это очевидный факт, что существуют технологии, вы живёте внутри технологии, да? А сделают мегазвёздами, вы уже мегазвёздами, вы знаете, вся страна, ваше поколение, да? Ну, там как-то болеют за вас, там, да? Более, что ненадолго. Месяца на два-три. Ну, тем не менее, да? Вот. Каким образом ты рассматриваешь эти технологии? То есть можно сыграть в эту игру и выражаясь вот этими вот словами Богдана Титомира, народ схавает, да? Можно заниматься этим, можно не заниматься этим. Это уже как ты сам к этому относишься. Вот и всё. В любом случае, как бы, я говорю немножко о другом. Я говорю о степени, о той степени загадки таланта, которую никто из нас никогда не узнает. Дорогие телезрители, именно вы влияете на ситуацию в Звёздном доме. Принимайте участие в рейтинговом голосовании. Отправляйте СМС-сообщение на номер 3434 с фамилией любимого полуфабриката. Участник, набравший по итогам недели наибольшее количество голосов, получит поощрение от дирекции фабрики. А самого активного абонента ждёт приз «Мобильный телефон». Ну, попробуем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это «Фабрика на первом». Здравствуйте! Если вы не видели пятничный концерт, сами виноваты. Такого еще не было. У нас грядет свадьба. Рома, друг Иры Дубцовой, в прямом эфире сделал ей предложение, и она его приняла. Кроме того, впервые на четвертой фабрике музыкальный продюсер воспользовался своим правом дарить неприкосновенность одному из кандидатов на выбывание. Игорь Крутой спас нашу невесту. В итоге не ушел никто. Но это было нелегко. Звездочка решающая. Решающая? Моя звездочка решающая? Ну ладно, ладно. Последняя нерешающая. Ириш, я тебя очень люблю, ты это знаешь. Я знаю, что у тебя все очень будет хорошо. Все... Я имею в виду творчество. Все замечательно. Ратмир я очень люблю, как человека. Юра говорит речь, и я минуту, там сколько он говорил, минуту, по-моему, говорил. И я минуту не могу понять, кому он отдает. То он что-то Ратмиру, то Ири, то Ратмиру, то Ири. Замолк, то Ратмиру, то Ири. Он вообще не смог определиться просто по жизни. В пустоте слышу слова И скуде так хочу Губы твои И руки Ну зачем Я был уверен, что он отдаст. Я просто офигел. Уверен. У меня был малки еще процентов, уверен, что он отдаст. Нет, я тоже думал, что он отдаст. Ты, ну, голосовай, ни за кого. Я ни за кого не голосовал. А, блин, ты же ты, ты сам. Я был номинант, чувак. Точно, блин, я же был. Из-за меня проголосовали зрители. А, я забыл, забыл. Да. Если бы не ты, то я бы голосовал за кого-то. Если бы ты, вернее, отдал Ирке, то это было бы по четыре звезды и вынужден был бы я делать лажу. Но. Видимо, как выяснять, лажу сделал я. Нет, почему? В случае, если бы ты дал звезду, как бы, а, совы, Ирке. Ну, ну. Ты бы сделал ничью. Мне пришлось бы уже выбирать. Угу. В этом случае была бы лажа с моей стороны. А ты сделал просто, как бы, не ничью, а ты сделал. Тогда бы шары гнали на тебя, наверное. Если бы я сделал так, если бы я... Почему шары катали? Всем понятно, как я бы сделал. Он все знает, как бы. И... Ладно, короче, не хочу грузиться. Потому что, как бы я там к родниру нормально относился, он тут целый древ, блин, намного больше не значит. Юра, знаешь, честно, я заметила, да, что он только два раза, три раза проголосовал за сильных людей. Остальные разы он всегда голосовал против сильных людей. Ну, он два раза против меня голосовал. И после каждого раза подходил и говорил, ну, чувак. Ну, два дня... Вот это вообще меня... Ну, ты не обижаешься на меня, ну, ты же чего... Это меня просто удивляет тем, понимаешь? Ну. Сегодня к Ире тоже подошел. Он мне готовит даже слушать не хочу. Это вопрос не тревожит нисколько. Мне просто обидно очень, понимаешь? Мне... Я вот... Я ненавижу, за чего он выцелил. Что-то не то будет. Я прям чувствую. Ты знаешь, что у всех отношениями изменилось почему-то? Хоть какое-то, не знаю... Мне... Да, мне пойдем объяснение. Хоть кого-кого-нибудь. Вот конкретно, понимаешь, Маклитна? Там, Юра, ты там это, это и это. Поэтому вот так, вот так. В принципе, я не считаю, что это ошибка. Конечно, нет. У каждого здесь своя тактика. А то, что ты так поступила, это ты... Поступила, как... Как твое сердце, твоя душа. То, что ты не любил Ирку, это не значит то, что... Там все, у меня свет. Это прям какие-то мучения. Это перестань. Я отрагаю мучаюсь. Потому что некрасивая линия поведения избрана. Она не избрана. Она другая не может быть просто. Подлая. Это понятно, от чего, понимаешь? От того, что больше ничего нет. К сожалению. Что, не говори? Ну ладно, я не хочу сказать, что там вещи, что там нет. Мы же не это с вами. Но, как бы, живем мы вместе, и я не понимаю. Это не... Конечно. Алло. Юр. Мам, да. Привет. Ну чего? Чего? Ну ничего. Я очень расстроилась, что так получилось. Ну, ну... Ну что теперь будет-то? Мам, ну что будет, то будет. Ну ладно. Мы все как хотите. Ладно. Зря просто тебе урок на будущее. Никогда не надо идти поперек того, что ты уже знаешь. Поперек совести своей. Вот и все. Самый большой враг человека, это он сам. А самый большой друг полуфабриката, это абонент МТС, который в трудную минуту... Кинотеатр плюс караоке от LG, спонсор программы LG. Это снова первый и фабрика звезд, вся в раздумьях. Кого же можно номинировать за три недели до окончания проекта? Кстати, если музыкальный продюсер один раз воспользовался правом вето, больше никого он спасти не сможет. В общем, ребятам есть над чем поразмыслить. Вот следующий будет жесткая номинация. Вообще, я не знаю. А еще, а еще будут две же их. Следующие две будут просто вообще. Диманин, кто бы что ни говорил, за счет того, что мы вот именно такие, а не другие, офигенные, офигенные это по боксу. Просто офигенные. Офигенные. Чего офигенные? Офигенные фабрики звезды. Офигенные. Ой. Вы-то хоть меня понимаете, а? Хочешь, чтобы любимая мелодия фабрики звезд всегда была с тобой? Сделай ее трелью своего телефона. Украшением экрана могут стать различные логотипы и фотографии участников. Осталось их заказать. Создай звездный имидж своего телефона и подари себе весеннее настроение. Это будет очень легко сделать, если ты зайдешь на сайт Первого канала. LG GSM спонсор программы LG. Ну что ж, осталось совсем немного. И я объявляю следующих номинантов. Это Юрий Титов, это Доминик и это Тимати. Попрошу вас в таком порядке прийти к нам в Демо-студио. Третий раз. Нормал, нормал. Я все знал. Самое, что интересно, мы работать-то будем вдвоем. Чувак, вам придется делать сольно. И ему, и тебе. Сольно? Сольно, но как бы... Ну просто... Участие. Но не вдвоем, а придется сделать тебе без группы и ему без группы. Почему? Чтобы это была номинация его и твоя. Вы как соперники должны выступать. Ну мы не можем выступать. Вы должны. А мы не будем. Это правило игры. Сейчас мы прошу. Здесь втроем в четвером и тут в четвером. Это тогда получается. Ну потому что это чушь собачья. Это же правило. Паблика, что можно поменяться. Можешь с тобой поменяться? Зачем? Не надо. Просто успеть делать. На Сьюру и поменяйся. И будет вообще весело. Ты не научился коммуникабельность, общение, принимать людей такими, какими они есть. И открывать себя. Ты не научился для себя важным вещам, которые тебе необходимы. Мне здесь, я могу сказать, мне здесь некомфортно. Очень некомфортно в доме. Поэтому, может быть... Юра, вы мечтали, вы прошли кастинг из пяти тысяч. Вот я лично три дня отхожу от пятницы. Чем ты руководствовался, когда голосовал против Дубцовой? Ты можешь не отвечать. Нет, почему я отвечу? Своей совестью. А совестью? Что подсказывал? А то, что я за Радмирю проголосовал, вы имеете в виду? Нет, против Дубцовой. Не за Радмирю. Просто в данный момент там находился Радмир. А кто бы там ни находился, почему ты голосовал против Дубцовой? Игорь Ильич, я почувствовал, что... Я сказал в микрофон, что всё будет хорошо у Иры. И мне кажется... Что? Вы убирали просто сильного конкурента? Нет. Я об этом даже не думал. А вообще о чём-то ты думал? Ну, может быть, я подумал на тот момент не о профессионализме, не знаю. Может быть, я подумал о чисто человеческих качествах. Которые выше у Радмира, чем у Иры Дубцовой? Да, я считаю, да. У меня изменилось очень мнение о Ире. Это в последнюю неделю, может быть, у меня изменилось мнение. После психологии, после занятий всяких. После её конфликта с Женей? Женя, тебе непосредственно по поводу обморока, которым ты сказала уже два раза, знаю, что это покажут. Тебе померили давление, приходил врач. Понимаешь? С нормальным давлением невозможно упасть в обморок, а потом встать и пойти в душ. Стоп, Женя, Женя, Женя! Что это, месть за... Какая месть? Нет. Что это? Что вы? Просто человек не близкий, а ближе тебе Радмир оказался. Поэтому ты проголосовал за Радмир. Да. Невзирая на музыкальность, невзирая на профессиональную. Я не хочу и не могу спорить. Ты не можешь спорить, потому что это реальность. Значит, ты не понимаешь тогда, что ты делаешь и о чем ты говоришь. Если Юрку и зрители спасут, и вот стоят два человека, абсолютно равных как... Я даже думать об этом не хочу. Я не пойду голосовать. Юра, они могут легко спасти. Могут, могут. Очень легко. Вне зависимости от голосования. Салюты. Вообще не может быть. Сейчас сядем и подумаем. Вот посмотрите. Вот увидишь. Вот сто процентов вам даем. На самом деле, меня очень удручает твое будущее. Да, я увидела хороший всплеск выступления. Я увидела хорошую фактуру. Может быть, были какие-то нюансы, но за этим ничего не стоит. Я боюсь, что за этим вообще ничего не стоит. Понимаешь? Здесь какой-то внешний фасад, который пока еще держит, да, всю эту ситуацию. Но я боюсь, что там дальше пустота. Вот что меня смущает. И я это делаю вывод на основании наших репетиций. На основании того, как ты идешь к песне. Как ты к ней подходишь, понимаешь? Я не вижу искренности. Я не вижу, когда тет-а-тет, вот я и песня. Я и музыка. Я и то, что я даю людям. Я этого не вижу. Здесь нет никакого разговора с позицией силы. Поверь. Наоборот, сейчас идет попытка идентифицировать тебя. То есть, условно говоря, раз, улыбнуться, открыть душу, спеть веселую песню. Или наоборот, какой-то, да, какой-то медляк спеть или что-то другое. То есть, открыть себе, в тебе взрывные качества хочет. Игорь Яковлевич, мне кажется, что вот это нужно сделать в твою номинацию. Давайте следующего. Все. Спасибо. Счастливо. Я прощаюсь, да? Да. Все. Он такая неуверенность, что он даже не мог протянуть руку. Он даже не мог протянуть руку. Не, очень неприятный будет момент, если мы с тобой вдвоем будем стоять. Реально очень неприятно. А прикинь, потом Юрана подставить. А, ты там мне... Разделить голоса на... Разделить голоса поровну, и Юран решает, кто остается. И Юран такой... Просто... Это же реальная подстава такая. Реально, да. Понимаете, я не могу принять... Это... Это не мой дом. Вот это все. Абсолютно. А зачем и для чего... Из себя кого-то изображать? Ну, ты мечтал номинироваться. Мечтал два раза номинироваться. Получится, сейчас будет. Не знаю. Спасибо большое. Ты от фабрики, я считаю, получил предостаточно пиара. Это композитор, как исполнитель. Материал у тебя есть с чем, да? Да, материал есть. Надо только успеть его сделать. Ты не выходишь в свою студию, ты пишешь для всех. Успеваешь писать еще какие-то вещи, а какие-то краски для других номеров. Я помню, когда ты на кастинг пришел, кроме спущенных штанов, понимаешь, прости меня, конечно, я поворачивался ко мне задом, все время прыгал, я больше ничего не видела. Мне безумно приятно, что ты оказался человеком понимающим, да, человеком таким глубоким, но, я говорю, не хочется, чтобы ты какие-то счастья для себя понял. А вот знаешь, когда меня торкнуло, когда у тебя была номинация, и папа твой был в зале, и у вас была натянутая струна, не знаю, сложные взаимоотношения, не нам судить, мы не знаем, но я чувствовал, что там что-то происходит. Это были чистые эмоции, невозможно сыграть. И как раз вот это ценится больше всего. Наказали меня за мою закрытость. За какую закрытость? Ну как? Что ты не знаешь, что ли? Ну, поведение мое. За, как бы, за твоей индивидуализм? Ну, какой нафиг? Это самое, как раз это не... Мне кажется, это не индивидуализм, я даже знаю, что это... Что? Ну, то есть, мне кажется, что ты можешь быть другим, тем не менее. Конечно, могу. Ну, а почему так получается, что ты, как бы, в данных условиях не можешь... Ну, тебе вот комфортно? Я чувствую, что я могу с твоей ситуацией справиться. Вот. С любой. Справиться достойно. Кажется, мы все, в принципе, все для единого, мы очень много не договариваем. Не знаю. Ну, не говорим. Ну, могу сказать, что я все говорю. Все, что у меня в голове, я говорю всегда. Ну, как честно, что разглагольствовать не хочу. Ты реально яркая персона на фабрике. Это факт. То есть, надо просто каждую номинацию использовать как сольный номер и еще одну... Еще одну, как бы, страничку в своей собственной раскрутке, понимаешь? То есть, постараться по-разнообразнее себя показать. То есть, ты был таким, ты был другим, ты был третьим. Я так хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам. Миллионы раз я так хотел быть с тобой, рядом, а не с краем. Но вот пришел этот день без твоих глаз. Мне смущает только одно. Вот я когда пытаюсь что-то объяснить вам такое, знаешь, в чем смысл. И чтобы неправильно поступили, неправильно сделали. Понимаешь, ты не говоришь мне о том, ни разу ты мне не сказал, да, мы были неправы. Ты всегда мне говоришь, ну мы же хорошие. Мы же самая лучшая фабрика, да, Лина? Признать свои ошибки, на самом деле, это очень благородное дело. Это дело такой высокой чести. А быть смешным, выходить из ситуации таким, знаешь, какими-то своими штучками, это не всегда хорошо. Я хочу, чтобы я больше вот такого беспорядка не видела. Лина! Как каждая? У меня нету места. Кто-то занял мой шкаф. Сейчас пойдемте, разберем свой шкаф. Что, мой дорогой котенок? Ты такая, как заведенная машина, знаешь, успешная, красивая, эффектная. Но, послушай, из-за этого может стоять катастрофа, на самом деле. В какой-то момент это лопнет так больно, что ты даже не успеешь сказать слово «я виноват». Юра! Добились, 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 добились слез, добились. Итак, это самая мужская номинация четвертой фабрики. У нас есть три орла кандидата на вылет. Абоненты МТС. Если считаете нужным спасти одного из юношей фабричных, спасайте. Если вы уже сделали свой выбор в пользу одного из номинантов, Юрия Титова, Тимати или Доминика Джокера, присылайте смс-сообщение по номеру МТС 678 с указанием номера участника. Внимание, сообщение платное. Прошлая номинация была хаткорней. Просто прошлое жестче было, ну, как-то, да. Потому что тут, как бы, мне кажется, понятно. Нет, Настя, ты просто нифига не понимаешь. Нет, тут ничего не понятно. Если так говоришь, значит, ты нифига не понимаешь. Абсолютно, да. Вот это, вот это, кстати, да. Если так говоришь, сейчас ты нифига не понимаешь. Мне кажется, тут мне понятно. Больше, чем Настя, да. Ну, и не понятно. Да пошли, вы, уроды. Казалы какие-то. Чего ты гонишь, Настя? Тупые твари. Уже завтра ваша жизнь станет еще интереснее. Выходит новый номер журнала ЕС «Фабрика звезд». Очень скоро, через три недели, станут известны имена победителей проекта. А до этого момента я каждый вечер буду напоминать вам о том, что если музыка, то на первом. А если звезды, то на фабрике. Звезды, то на фабрике. Девочки, 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 мы здесь собрались на премию, которая называется «Слив». «Слив на бой!» «2004!» «Бурные аплодисменты!» «Слив на бой!» И сегодня нам смогут, мы сегодня будем не одни радовать вас в своих присутствиях. О них можно говорить много, долго и смакуя каждое слово. Но я вам скажу так, это просто наш русский ответ «Виагарик». Группа «Мираж», встречайте! Группа «Мираж», аплодисменты! Добрый день, это первая музыкальная и фабрика звезд, где сегодня происходит суперфеерическая церемония. Кстати, она организована самими полуфабрикатами. Итак, новая эра в истории шоу. «Слив 2004». Здесь все по-взрослому. И номинации, и премии, и даже гости. Группа «Мираж». Вы возьмете каждый по шарику, хлопните их, у вас в руках окажутся 10 карточек, 11 карточек, прошу прощения, 11 карточек. Здесь имена всех участников, здесь придуманные номинации. Мы называем номинацию, проходит девушка, и вот тогда складываете карточки с именами того, кого вы считаете носом. Итак, мы знакомим вас с номинациями. Первая номинация на сегодня — это «Подмоченная репутация». «Подмоченная репутация». «Слив». 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 «Подмоченная репутация». «Слив». 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 «Я оглашаю результаты практически единогласно. 6-6 против 4-х. Евгения Волконская!» «О, нет, Тиман, Тиман, Боже мой, как ты облажался, Тиман!» «Крутая чика на крутой машине с крутым бойфрендом!» «Это наша...» «Джинни!» «Джингл, джингл, джингл!» «Аплодисменты!» «Джингл, джингл, джингл!» «Кромче!» «И она получает приз!» «Одевай, одевай, девочка!» «Одевайте на голову, одевайте! Крышку не закрывайте!» «Давайте, давайте, давайте!» «Опа, и сзади держи ручкой!» «Дамы и господа!» «Женечка, Женечка, Женечка, бери свой приз!» «Подходи к микрофончику, твоего слова ждет вся страна!» «Что ты чувствуешь? Что ты переживаешь?» «Познакомь, пожалуйста, нас со своими чувствами!» «Что я чувствую? Я чувствую, что я... «Очень, очень, очень мокрая!» «Очень мокрая!» «Итак, следующая номинация, которую я вам оглашу!» «Слип не тонет!» «Слип!» «Слип!» «Итак, с результатом...» «Тихо, тихо, тихо!» «С результатом восемь к двум побеждает сейчас вы догадаетесь, кто!» «На ФЗ своих звезд лепим!» «Ну, Антон, а стал...» «Санкция!» «Слип!» «Слип!» «Е-е-е-е! Это слип! Это слип! Это слип и боже!» «Бынь, с головой, давай, братан, с головой!» «Е-е-е, мальчики и девочки!» «Это самый счастливый победитель, я смотрю пока!» «Новенации нет, Тони!» «Антох, твоего слова ждет вся страна!» «Страна! Коммунар столица мира!» «Ну, это понятно!» «И только там рождаются такие говнюки, как я!» «Ха-ха-ха!» «Переходим к номинации...» «Следующей номинации...» «Вспытие покажет!» «Вспытие покажет!» «Вспытие!» «Побеждает!» «С подавляющим большинством!» «Класс!» «Ну, конечно, Пьеха...» «Страна!» «Е-е!» «О, да, мальчики и девочки, да!» «О, боже мой!» «Очень агрессивно, очень агрессивно!» «Девушки, девушки, куда вы смотрите?» «Куда вы смотрите?» «Счастья там у тебя!» «О, да! О, да! О, да!» «Кто же самое, что у тебя чего?» «Я надеюсь!» «Слип!» «Я не знаю, что мне сказать. Какая там была номинация?» «Вспытие покажет!» «Да оно ничего не покажет! Я уже показал всё, что...» «Всё, что ты мог показать!» «Я могу, конечно, показать ещё кое-что!» «Шу, боюсь, не выдержит этого!» «Иди до пьеха! Форево!» «Слип!» «Ох, такого жаркого дня давно не было в «Звёздном доме!» «Но за всеми этими улыбками и весельем не забудьте о почётной обязанности каждого телезрителя!» «Это я о том, что вы можете определить, кто же из ребят станет самым рейтинговым на этой неделе!» «Голосуйте!» «Отправляйте СМС-сообщение с фамилией участника по номеру 3434!» «Самый популярный полуфабрикат получит приз от дирекции фабрики!» «А самому активному абоненту достанется мобильный телефон!» «Мы ведём прямую трансляцию из «Звёздного дома!» «Там сегодня проходит первая церемония, организованная полуфабрикатами» «Слив-2004!» «Обаятельные ведущие Доминик Джокер и Тимати объявляют премии и раздают экстравагантные призы!» «И мы переходим к следующей номинации, которая звучит так! «Эта номинация, я думаю, мужская!» «Это именно то, что хотел сделать Тоха совсем недавно, буквально это пять минут назад!» «Звучит вот так! Концы в воду!» «А-а-а! Голосую!» «И я предлагаю голосовать!» «Да, вот мы сейчас!» «Вы знаете, я не могу этого говорить сам!» «Я просто не могу этого говорить сам!» «Итак, в следующей номинации, с серьезным отрывом, с очень...» «О-да!» «Пять против шести» «Победил...» «О-да!» «Доминик Джокер!» «Слив!» «Слив!» «Создадим серьезную волну!» «О-о-о-о-о-о!» «Вот он, вот он, вот он!» «Одеваем!» «Семенно!» «Мечтям!» «Мечтям!» «Вот он, вот он, и misystem!» «Слеп!» «Вот сейчас приходит сам!» «Мефицый!» «Смеец!» «Мне надо ходить моей войны!» «Мне, ну- jardеть до конца!» «Мне, ну- ничего!» «Всиз!» «Слеп!» «Напасец!» Следующая номинация звучит так. Мокрое дело. Голосуем. Слив! Слив! С подавляющим большинством побеждают. Я думаю, вы ответите сами. Всё о нём. Опять и снова. Это кто? Ирэн? Дубцова! Девчонки, я надеюсь, я доставляю вам массу удовольствия, когда ты рису Панкерсу. Слив! Е-е-е! Джингл, пожалуйста, джингл! Слив! Победитель в номинации «Мокрое дело». Одевай корону, одевай. Насколько я понимаю, эту номинацию мне присвоили, потому что песни о нём я просто всех убила. Да, ты абсолютно браво. У меня есть предложение, я думаю, все согласятся с этим. Извините, что я вторглась как ведущая, я совершенно не запланировала, но у меня всё время падают уши, потому что на вас они у меня уже не стоят. Просто. Итак, мальчики, внимание! Специально для вас. Три очаровательные русалочки. Споют песенку, как бы не смешно это звучало на фабрике. Позабудьте об этом дне. Субор не нужен никому. Мечета и нотации мне, мама, это ни к чему. Но к друзьям я своим убегаю, что меня тянет сюда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Музыка нас связала, тайною нашей стала, Всем уковором свяжу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала, Всем уковором свяжу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала, Всем уковором свяжу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала, Всем уковором свяжу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала, Всем уковором свяжу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Абонир! Через несколько часов мы с вами узнаем о том, кого же номинировал предсовет. Не пропустите. Добрый вечер вам, господа телезрители. Вы смотрите фабрику на Муз-ТВ. С вами Маша Малиновская. Мы изо всех сил болели за Юлию Савичеву, которая в субботу представляла нашу страну на конкурсе Евровидения. Нам результаты известны, а вот полуфабрикатам нет. Ведь в звездном доме не допускается просмотр телевизора. Но фабричная дирекция решила устроить ребятам праздник. Записала конкурс на видеокассету и разрешила будущим артистам посмотреть на выступления настоящих. Аббрахман Ибн Хаттаб. Аббрахман Ибн Хаттаб. Таркан, что ли? Турецкий ладон. Такая чуть менее красивая. Витас. Нет, Живага. Живага, Живага. А там это самое главное условие. Это оперные фигни. Да, оперные. А это участницы, да? Это просто открытие. Генналистка в прошлое. А, точно. Зато она уродина, блин. Слушай, ну не всем быть таким красавцами, как ты. Ну, чувак, ну реально. Да. Да. Нет, это не знаю. Дима Голубев. Тихо. А это Дима Голубев. А это Дима Билан. А это Дима Билан, да? Немцы. Ах, шли. А наружу немцы, да? Ну, это, знаешь, портфорами. Их выкрутили вот так, крутили, крутили. Мне нравятся такие голоса. И каждый раз разные чуваки. Тихо. 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 Да, блин, тоже говняки какие-то. Смотри, как он идет. Вот, смотри, как он идет. Вот, смешно. Кому там баснул. Не, 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 он полненький немножко. У него ножки такие, да. Игра, что ли, как двигаетесь? Откуда они? Австрия. Ну, немцы, короче. Это что, большого-то? Черт. Вообще, да? На полтона чувак почти уехал в конце. Что, без никакого напряжения? Ответственность еще огромная. Вообще, Юлька, конечно, молодец. В 17 лет такая ответственная. Здравствуйте. Блин детский. Я бы подкакал штаны просто. Я не знаю, что. Прикинь, следствие Евровидения, Анхота и... Анхота. И прикинь, весь зал такой. Антон Завцепин. Чем, неважно, в какой странице. Элла, Элла. 24-е место, короче. Постер, постер. Ну, так что. А мы, конечно, не постер. О, какой конкретный. Надо вернуться такой. Да. Клево. Поет, Клево. Хорошо, молодец. Блин, ну шитрый дед голос. Офигенно. Офигенно. Пошли, Офигенно. Пошли, Офигенно. Такая симпатичная. Приятная, чувак. Смесь Томаса Андерса с Диттер Болином. С Диттером Божиным. Не самая плохая смесь. И пять человек на бэк-вокале. Ну, это, кстати, мировой уровень. Ну, поет он лучше, чем Томаса Андерса. Это мировой уровень. Нет, Томас Андерс поет обалденно. У него в глазах написано, что он тусовый. Я хочу, как бы, в таком же сцене работать. Показывай бэк. Вау. Фродо. Ну, какой смешной вообще. Да не бы неправда, нормально. А? Смешной очень, да? Забавный, да чё? И танец смешной. Танец смешной на ходу. Подожди. Голос не кислый тут. Не, а чё ты такая здоровая? Она на ходу, Лев. Специально ходишь. Специально ходишь. Специально ходишь. Ха-ха-ха. Слезали у нас с Антохиного номера, который Лина поставила. Да, да. Высокая девушка и маленькая уча. С межрослым, да. С межрослым так слезали. Какая-то у нас есть. Ну, а... Хороший матч. Ой, дорогой! Хороший! Слезали Франции. Слезали. Слезали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляйте смс-сообщение по номеру 3434 с указанием номера участника. Внимание, сообщение платное. А в обители полуфабрикатов сегодня день Евровидения. Бурные дебаты и мечты ребят об участии в конкурсе. А что, правда, Дана Интернешнл выиграла Евровидение? Да. И что, потом был скандал по счёт мужика? А я не понимаю, почему скандал, но мужик. А ну и какая разница-то, господи? И чё? Ишь, какая разница-то? Можно подумать, можно подумать. Сделали операцию, какая разница, была мужиком, но была мужиком, стала чикой. Какая разница-то просто? Все офигели, блин, многие, все же голосовали как за бабу, мужики там всякие. Я думаю, что для них-то шок был. Ну да, вообще да. Так если бы никто не узнал, я не узнал. Вот просто потом уже начали ворожить. Ну, народ, ма... Симпатичная ты, Дана? Ничего симпатичного. Слушай, Обычный мужик, как баба. Ты-то откуда знаешь? Видела. Где ты видела? По телеку. По телеку она видела. Но никак не придраться, что это был бывший мужик. Единственное, что вот даёт, это... Кадык. Это единственное, что... Это всегда так. Кадык всегда палит всю фишку. По телеку она видела. Что ты ещё видела по телеку? Я иду, Джон. А? Ух, мне понравилась турецкая группа, а? Конечно, красавцы. Какое место? Получили третье? Не, не, нифига. Четвёртый, по-моему. Жаль, а? Я уверен, что в Турции это просто бомба, что они просто сейчас номер один. А на... Какое приз на Евровидении? По всем, как там вся молодёжь её... Вся молодёжь просто... А-а-а, там... Но они реально прикольные. Вот турки, ё-моё, Турция. Я очень удивился, что Турция нам вообще не дала ничего. Ни одного очка, по-моему. Да, конечно, Руслана вообще убрала просто. Чё, ты видела, как у неё танцы были поставлены? Поставлены. Ага. Она чётко всё делала. Не понимаю, как она ещё петь могла, вот как? Ля Тодос. Да, ну, скакала, она там как Сайгак какой-то, не поймишь, что делала. Очень круто всё сделала. Ничего не круто, Турция. Ничего не круто. Ну, как она заняла первое место? Ну, как-то заняла. Она скакала, как Сайгак. Нет, значит, что-то есть. Понимаешь, здесь невозможно. На Евровидении, хорошо, можно, я не знаю, каким образом, фантастическим, имея какую-то нереальную власть, там, попасть в пятёрку, если что-то. Но чтобы первое место получить на Евровидении, это нельзя купить. Первое место на Евровидении купить невозможно. Невозможно. Понятное дело, это глупости вообще. Купить вообще нельзя там ничего. Ну, а как случайно? Не, не случайно. Получается, в Европу всё прогулось. Фим, это очень политический конкурс, понимаешь? Ну, а Беларусь-то сейчас что? Я понимаю, Греция. Вот здесь был политический момент, что Олимпийские игры в Греции, поэтому греки вошли в тройку. Да не только, понимаешь? Ну, значит, у нас международное отношение со всеми странами в полном упадническом упаднике. Не знаю, как вообще сказать. Значит, мы в ***, короче. Как много приятного вы, поклонники фабрики, за три месяца сделали для полуфабриканов. Что осталось? Ему скажут, что я его люблю как брата. Я же правильно сделаю, Стас. Почему обманывать? Конечно. Не хочу обманывать, если по правде. Что теперь он со мной не разговаривает. Я так и знала, что так будет. Приветствую вас, братья и сестры. Это фабрика на первом. За три месяца совместной жизни наши герои, абсолютно разные люди, успели стать одной семьей. Поэтому у нас все сестренки и братишки. Но кое-кому этого недостаточно. Стас, я говорю, что я не люблю Тиму. Вот я реально к нему отношусь как к брату, не больше, честно. Я поняла это уже давно. Для этого чувства я еще мало, а слишком. Санька, ну это ваши проблемы. Я ему говорю все время, ты же сам заметила. Я же ему всегда говорю это. А он не верит мне. Может, ты ему сам скажешь? Я просто не знаю, как сказать. Санька, несколько, меньше всего касаясь. Вот скажи, неужели я что-то сделала для того, чтобы он меня влюбился? Ничего. Ну вот. Ты вообще ничего не делаешь, тебя все любят. Я не понимаю, а что, что такого? Ты смотри на меня, ну да, действительно, она симпатичная девчонка там. Ну, из голоса. Ну, по уровню развития, в этих-то вопросах она очень людей ушла. А в фаблик-релейшн, именно вот в этом вот, не 15, а 12. Я вижу все тень. Я понял, что вот эта фишка в последнее время. Там ты мне братик за себя, ей просто она не справляется. Просто легче. Не, она не понимает реально, что происходит с ней. Она не понимает просто. Просто легче так вот все воспринимает. Ну, ради бога. Она не понимает. Я как бы никуда не трогался, вообще просто спокойно встал. Я искал, искал, смотрел, но вообще ничего не цепляет. А вот она чем-то цепляет. Она цепляет? М? Детский сад цепляет? Да, вообще. Просто очень даже. Блин, ну что, Тим не понял меня или что? Ну, он подходит к вам, говорит, ну что ты опять себе придумала, типа, где обниматься? Я вот не... Ты что, не понял? Не хочу его мучить просто. Не хочу, чтобы мучился из-за меня просто. Она говорит, Антон, сама не подозревает, так влюбилась, что просто... То есть, как бы, она тебя любит, но с***** корявая. А когда баба с*****, лучше это х*****, это как с*****. Ну, видишь, она постоянно парится, камера нас снимает туда-сюда. Ну, значит, ей осталось терпеть еще месяц, а потом уже лоббировать все. Согласен. А сейчас просто не отпускать ее, ну, не дать ей отдалиться. Ну, а как, чувак? Ну, так, слегка, ё-моё, поддерживать ее. Так, оп, там, поцеловал только, не это... В общем, тут теперь надо угадать момент, когда она этого хочет. Чтобы не напрягать. Там, оп, цветочек, так. Скромненько. С другой стороны... Просто какие-то скромные, редкие знаки внимания, чтобы она не подумала, что все забил и, как бы, туда-сюда. Да ничего, ну, всему, всему есть пределы, моему терпению тоже. Я же не размазня, я же не тряпка, я не буду за ней бегать. Хватит. Реально, хватит. Я сделал все, что самый нормальный парень может сделать. Чисто, искренне, от души. Антон, подойди на минуту. Ща, пять сек. Олег, ну, сейчас он мне расскажет, блин, про свою жизнь поганую. Все, ну, я тебя жду. Жизнь поганая. Ну, ты подойдешь? Да. Я полюбила очень ее. Кто полюбила? Саньку. Саньку очень полюбила. Олегс. Некоторые вещи просто меня убивают. Нет, Саньку, да, ее хочется перевоспитывать периодически. Потому что моменты есть очень странные вообще. Ой, прудик, как еще. Блин, не одна это устраивает детский сад, и вторая за ней. Кирилл, пожалуйста, ты как-нибудь видел, чтобы нормальный чувак столько делал вообще для Чики? Это нереально, слышишь, братан. Я говорю, главное, а ты, блин, дурочка малолетняя, нафига. Ну, я реально делаю все за щеплю чего-то. Че ты себя, как ты себя ведешь, нафига? Я не знаю, я... И говорит, дура-то, любит он тебя. Да, реально. Я реально могу сказать, я люблю. Ну, как бы с меня бегание хватит. Ой, как мне все это знакомо, е-мое. Мне она очень нравится, я ее люблю, но... Если она будет продолжать себя таким же образом вести, я не знаю, что будет. Наверное, ничего. Я вообще сволочь такая. Я подумаю, как я могу вообще так вести себя? Ложусь, Ирис, еще. Слушай, ты думала, ты парилась, правильно все? Че ты себя винишь? Ты думала, взвешивала, все, нужным тебе не нужно. Я ему не скажу. Че там? Не скажешь? Пусть все так и останется. Почему? Зачем? Просто. Так может лучше будет. Ну, как лучше, если ты его любишь? Ну, что. Еще, наверное, может маленькая. Ну, что ты не маленькая? Ты уже определись, потому что... Он-то не маленький, понимаешь? Ты-то, может, маленькая. Он не маленький. Он, конечно. Просто не хочу, чтобы было так, как... Мы здесь дружим, потом из дома выйдем и все. У меня пошли тут. Ах, вот оно что. Алекса, милая, по-женски, я тебя понимаю. Это обычная девичья фобия. А вдруг у него несерьезные намерения? А вдруг он поматросит и бросит? Получит приз от дирекции фабрики. Уйдет в большое плавание. Прямо как Антон Зацепин. А-а-а! Антон, ты супер! Антошка! Антон, посмотри, пожалуйста. Антон, Антон, смотри. Юля, Юля. А, Антон, смотри, Антон. Надо еще, слушайте, да? А, Господи, спасибо тебе, что я здесь, а. Что дам мне сил, блин, и таланта, и возможности каких-то попасть в такую тему. Блин, я тут на фабрике тоже столько всего понял, на самом деле, вот, проживая. Ну, что каким-то дураком был вообще. Я просто так сидишь, он лезет, что кашель будет сделать. Ну, просто переоценка ценностей происходит. Это вот так вот надо. Привет. Слушай, ты левша, что ли? Нет. Здорово. Привет. Как дела? Я думал, ты в эту сторону. Как наши фигульки, давай наши фигульки, давай. Это уже все? Мы с ним выучили. Да. Вот, клево. Ну, круто, мечты сбываются, теперь я это знаю. Нифига себе. Берега себе. А-а-а. Берега, мы красным будем проходить. Чего между берегом? Берега мы красным. Ну да, между берегом, вот раз, вот здесь вот? Да, да, да. Клёво. Оттого! Всё. Я работать теперь не останусь. Я очень классно провёл время с Виктором Рыбином и с его подругой жизни Наташей. Люди такие, что я как будто к родственникам каким-то попал, к родни. Антох, выкидай назад. Режем его вот так ещё в длину, Антох. Не, он просто плохо завернётся. Это, по-моему, будет очень вкусно. Я сейчас подумал о том, что за эти два месяца с лишним такие метаморфозы произошли. Вообще просто. Хватит, хватит. Хватит? Ну попробуй просто. Я наелся просто уже. Зачем ты там наелся? Правда, я... Ах, как пахнет. Просто я стал ещё грамотнее по жизни, вот и всё. Может, что-то в себе не очень хорошее, что у меня было. Скоренил? Что-то приобрёл. Может, точно не стало... Стало не хуже. Мне так кажется. Вы-то хоть меня понимаете, а? Хочешь, чтобы любимая мелодия фабрики звёзд всегда была с тобой? Сделай её трелью своего телефона. Украшением экрана могут стать различные логотипы и фотографии участников. Осталось их заказать. Создай звёздный имидж своего телефона и подари себе весеннее настроение. Это будет очень легко сделать, если ты зайдёшь на сайт Первого канала. Ха-ха-ха-ха-ха! У меня твой далёгкий и ласковый свет. Ведь никто никогда, ведь никто никогда не любил тебя так, как я. Не любил тебя так, как я. Хочешь? Одна из лучших вокалисток российской эстрады Алена Свиридова даёт мастер-класс в «Звёздном доме». Неплохая возможность для наших героев лишний раз поучиться у профессионалов. Тем более, что до финального концерта в «Фабрике звёзд 4» осталось меньше месяца. «Фабрике звёздный имидж своего телефона» «Фабрике звёздный имидж своего телефона» «Фабрику звёздный имидж своего телефона» Это ведь я, как ты мог не уснуть, Это ведь я, всё вернулась опять. Не уходи, я прошу, отбегнись, Может, целая жизнь быть такой пустой. Ночь, день, свет, тень, чёрно-белый фильм, Йоу, день номер семь, Подниматься лень, хочется остаться в одеяло, Спрятаться, закутаться, к тебе прижаться. Это ведь я, как ты мог не узнать, Это ведь я, всё вернулась опять. Не уходи, я прошу, отбегнись, Может, целая жизнь быть такой пустой. Что мне вам сказать с высоты своей учёности? Чему мне вас научить? Есть у вас какие-то мысли? Расскажите, пожалуйста, про гастроли. Вы же гастролируете, естественно. Ну, в общем, мне, честно говоря, повезло, потому что я уже, когда начала работать, уже Советский Союз благополучно загнулся, вот. Вот. Поэтому меня уже везде принимали по высшему разряду. И, собственно, я не знаю особо ни грязных там гримерок, ни ужасных поездов, как-то так всё чинно и благородно. Потому что наслушаешься старших товарищей о том, как это было раньше, то, в общем, хочется плакать над их горькой судьбиной. На самом деле мы от наших старших товарищей, фабрикантов, других, тоже слышим, что им очень тяжело приходится, потому что, ну, их много. У вас же другое, да. Вы же одна, как бы, уже. На самом деле, если вот они сейчас так часто ездят, каждый день концерты, это очень хорошая такая школа, которая вот никакой теории, она ничем дается. Вот только когда ты там 10 раз на концерте облажаешься, там что-то не то сделаешь, там начнёшь понимать, там, как с публикой себя вести, что делать, когда случается какая-то лажа, там, или вообще. Я могу сказать, что я только сейчас вот понимаю, что нужно делать. Вот что не нужно совершенно, не то чтобы бояться, нужно постоянно пытаться получить удовольствие от того, что ты делаешь. Не только делаешь, но вот и живёшь. Даже если какие-то случаются вот непредвиденные там на гастролях обстоятельства, вот однажды, например, меня в городе Питере не встретили. Ну, и клёво. А что будет дальше? То есть, вот отношение как бы к какому-то интересному кино, которое непонятно, что вот, что произойдёт в следующий момент. Приключения. Приключения, да. И вот если это всё воспринимать как приключения, тогда тебя не обламывают какие-то вот, ну, вещи, которые на самом деле настроение артисту портят, и он потом не может работать, и ему вообще... Плохо живётся, и хочется поскорее умереть в молодом возрасте. Я знаю про кто, я знаю про меня, я знаю про зиму, я знаю про лето, я знаю про осень, что ты живёшь у нас за спиной, и то, что ты вряд ли надолго будешь со мной. Вы поёте. Просто я слишком много знаю, я слишком много знаю, но так хочу любить. А вы вообще настроены, вот, когда думаете о будущем? Вот что будет, когда я вылечу тебя? Хочется, чтобы это было хорошим стартом, а дальше подъем, подъем. А вы верите, что это у вас такой хороший будет старт? Ну, если не хороший, то, по крайней мере, неплохой и громкий. А все же, это что получается? Это больше старт или это больше школа? Нет, это и школа в первую очередь. Ну, старт уже он сам по себе, потому что с утра даешься по ТВ. Я, например, практически перешел. Переходный возраст закончился. В общем, родители музыки не рады к ней. Часто мы на пруд рассветный, спящий город мы покинем. И уйдем дропой заветной к тем озерам на равнине, где закатывает лето вишня, а дыряюще прекрасный. Здесь никто не станет лишним. Кто знает, что возможно, здесь не думать о разлуке, и не вздравивать тревожно, и не маяться от скуки, и не бояться расплате, не играть и сбросить маску. Мы даем любовь и ласку. Ну что, девушки, настало время поработать на абонентов. В этом смысле надежды никакой, поэтому абонентки МТС. Вот вам трое юношей. Выбирайте. Если вы уже сделали свой выбор в пользу одного из номинантов, Юрия Титова, Тимати или Доминика Джокера, присылайте СМС-сообщение по номеру МТС 678 с указанием номера участника. Внимание, сообщение платное. Фабрика на первом никогда не прощается с вами. Но если только ненадолго, до завтра. И напоминает, что если музыка, то на первом, а если звёзды, то на фабрике. Фабрика на первом, до Павла Хнезьяна, гулял по парку, как ехал на маршрутке до Московской, спускался в метро, чтобы доехать до Донецкого проспекта. Майкл Джокер, знаешь, что делал? Вставной пузо, короче. Заказывал какие-то там специальные темы, чтобы щеки расширять сюда, чтобы приклеивала лусы, одевала очки, короче. Нет, к шуму, а если кепку и очки? Знаешь, что в метро, в платке, в очках... Понятно, человек в платке, в очках сразу палил какой-то. Да, если чё... А, кепочку и какие-нибудь там очочки там. Спорт стал такой дурацкий. Какой-нибудь спортивный костюльчик дурной, ё-моё, одеться как... С другой стороны, у меня слишком узнаваемые губы. Да, нет, у тебя типаж очень яркий. Типаж у меня очень узнаваемый. Тоха тоже. Ну, тоха тоже. Очень попали мы. Да. Если вдруг что, я не понимаю, расстроюсь я или обрадуюсь. Но в любом случае, ты знаешь, чувство будет, наверное, сильное. Либо то, либо другое. Не, Юрка, я тебе говорю всё, что я считаю, что всё будет нормально. Или мне будет... Я просто... Это будет просто крупнейшей несправедливостью. Просто крупнейшей. Ну почему? Ну как почему? Ну потому что... Потому что это несправедливо просто, чтобы ты уходил с фабрики. Тим. Ну? Подними свою башку. Ну что, я думаю, лежу, я же не сплю. Я просыпаюсь медленно, как раз, мне так покруче. Знаешь что? А? Я сейчас подумал о том, что... За это... За эти два месяца с лишним... Такие метаморфозы в отношениях произошли в доме. Вообще просто. Ну и вообще в людях. В обитателях. Даже мысли по-другому. Сами того не ведая. Ну ты чувствуешь какие-то в себе глобальные изменения? Ну есть некоторые моменты. Ну есть моменты, которые, да. Просто что-то ты многое понял. Каких-то глобальных изменений я в себе не наблюдаю. Просто есть много навыков каких-то. Стало еще грамотнее по жизни. Вот и все. Может что-то в себе... Не очень хорошее, чтобы мне было... Скоренил. Что-то приобрел. Может точно не стало... Стало не хуже. Мне так кажется. Мне так кажется. Акция Титова, Тимати или Доминика Джокера... Отправляйте смс-сообщение по номеру 3434 с указанием номера участника. Внимание, сообщение платное. Слез не заметит лишь, но с ним в ночь уходит грусть. Я тебя люблю... Вот тут уже. Ты знаешь... Нет, я не понимаю просто, что ты хочешь. Я тебя прошу, либо сделай потише, либо... Блэри, слушай, это потому что здесь уже просто голова болит. Ты не смел остаться с ней. Я знаю, ты другой. Ну, там, короче, там... Посмотри. Ставят какую-то музыку дурную весь день. Там какая-то Даша или Наташа, там какая-то... Ну, чё, по-ху, короче, какой-то, да? Ну, я подхожу, говорю, слышь, чувак, тебе подарили хороший плеер. Слушай в нём мюзик, да? Он такой, а чё ты хочешь сказать? Я говорю, я хочу сказать, либо сделай потише, либо, блин, поставь эту музыку себе в плеер и радуйся, потому что невозможно уже. Ну, всех уже вот-вот-вот-вот. И чё-то потом он такой ко мне подходит и говорит, Антон, запомни, никогда не будет так, как ты хочешь. И говорю, Юра, запомни, не вздумай больше никогда учить меня жизни, Юра. Не понимаю, не понимаю. Я там, не чё-то, чё-то, да больно ты мне нужен. А мне показалось, что ты там, чё-то не то сказал. Чё сказать за... В бычке пошёл много, да? Более, вот, ну, сейчас подойду так, просто вот так. Так, а чё, чтобы так... В общем, короче говоря, так, я так мило с ним побеседовал, и всё, тут уже даже Юрка заговорил, даже Юрка пошёл уже на конфликтные какие-то ситуации. Причём, знаешь, он начинает говорить, у меня вот чё бесит, он начинает чё-то спорить, он чё-то скажет, ты ему начинаешь, короче, блин, разрулить ситуацию, и он тут же... Я не хочу с тобой об этом говорить. Я не хочу об этом с тобой говорить. Мне это не надо, да. Ладно, всё такое. Ой, Антон, успокойся. Нафига ты тогда заводишь эту тему, если ты не хочешь об этом поговорить? Пу, блин, Сань! Рейтинг полуфабриката – это его уверенность в завтрашнем дне. А для вас возможность получить подарок от нас. Как говорится, и овцы целы, и волки сыты. Это я к тому, чтобы вы продолжали отдавать голоса за самых ярких фабричных ребят и девчат. Для этого нужно всего лишь отправить СМС с фамилией участника по номеру 3434. Самый популярный полуфабрикат получит приз от дирекции фабрики. Ну, а самому активному абоненту достанется мобильный телефон. Я надеюсь, вы не забыли о том, что скоро в Звёздном доме большой праздник – свадьба Ирины Дубцовой. Торжество назначено на понедельник. Но уже все в предвкушении. Конечно же, ребята не могут оставить невесту без подарка. Люди, я хочу, чтобы каждый, кто очень хочет выступить на свадьбе у Ирки, писал мне на листочке название этих песен. Каких песен? А, спеть ты имеешь в виду? Вообще у меня есть идея записать что-нибудь. А может, все вместе просто записать? Листи готовы. Мне кажется, надо сделать трек. А в какой день назначили? В понедельник. А уже в понедельник? А я организатор. У меня надо все продумать, все. Сиди вместе, подумай. У меня вообще есть идея, чтобы она отправится насчет платья. А я вообще придумала идею, короче, если сделать большую, красивую, там, розовую-белую пачку, такую прям офигительную, прям вот длинную-длинную. Из параллона. Не хочу. У кого сделать, пачку? Да, ну вот юбку такую, пышную-пышную. Она не хочет. Она не хочет. Она не хочет. Она говорит, что она не хочет вообще вот этого всего. Она хочет что-то такое. Я с ней сидела, разговаривала. Она мне, как и Алексей, говорила, я не хочу ни в коем случае вот это. И Тимка тоже слышит. Все гораздо проще. Блин, вы меня опять не расслышали. Настя, успокойся и послушай, что я тебе хочу сказать. Что ты начинаешь-то, ты сама? Да нет, говорю. Она не хочет свадебное платье, она не хочет свадебное платье. Ну я не говорю, я говорю, одеть спортивную майку, обычно мы с ней сидели вместе, ей понравилась эта идея. Вообще сделать новый формат свадебного платья. Модная пышная парка, обычная белая майка, облегающая. Или там, или кроссовки, и все. Это новое будет. Только не вот это вот, чтобы ни в коем случае не было вот этих вот. Да ты не это понял, ты не так это понял. Пышная юбка, в моем понятии, это что такое. Это вот и есть вот это вот. Ну вот я и придумала. Поаплодируем. Ну что, друзья, как всегда, самая полная картина из жизни фабрики звезд. Фабрика в эфире первого музыкального. Добрый день в студии Маша Малиновская. И вновь мы продолжаем знакомить вас с самыми яркими событиями, происходящими в доме фабрикантов. А они, в свою очередь, каждый день продолжают нас удивлять. Итак, в звездном доме утро. По традиции часы смутные и тяжелые. А вы тут со своими занятиями по фитнесу. Рады еще раз вас приветствовать. Всех с добрым утром. Меня зовут Юля. Я надеюсь, там кто-то помнит. Да, замечательно. Но сегодня мы не танцуем, сегодня мы занимаемся силовой работой. Час силовая, потом будем тянуться стретча. Обязательно потянемся, да? Музыку бодрее послала, чтобы проснулись. Итак, берем амортизаторы. Становимся на середину. Вот таким образом. Прямо вот так, да? Дальше. Подтягиваем руки опором на талию, да? Хорошо, перед. Вот так, кисть к себе. К себе. Ага. Чуть присесть. Начинаем разминку. Начинаем шагать. Право и влево, да? Аккуратно. Теп-тач. Средины, да? Право и влево. Стасик очередной раз смертельно болен. Он каждый день угорает. Стасик очередной раз смертельно болен. Я умираю, нет. Что, 2-1? Только не фитнес. Я сейчас покончу, я только встану и я умру. Он же каждый день смертельно болен с утра, когда идет фитнес. Нет, если я сейчас встану, я просто сдохну. Я умру просто. Начинаются даже такие, сначала начинаются проповеди такие, ну вы же люди, ну что же вы издеваетесь? И? Что заболело? Славы. А что вы делаете? Славы, прикольно. Да. Не я. Шесть. Четыре, и все. Все. Еще. Ну что, да ну не занимаешь, уж голова закружилась просто. Вообще. Машка заболела прямо, вообще. Вся боль еврейского народа сосредоточена в голодах. А что голову для захворю? Слава, пожалуйста. О, Санька тоже такая. Она же маленькая, она не видит, что ее хитрость что-то белыми нитками. Она идет вот так громко, громко кричит. Ну, боже мой, сколько не занималась, аж голова закружилась. Села, посидела, пошла потихонечку в спальник, оделась и пошла в душ. Ребенка схарила заниматься, да? Как Тима. Да. Занимаемся мы с Тимом. Ну, вот, фитнес идет. Тима такой, пойду носки одену. И с концами, чувак. Я специально за ним вылил через две минуты, Тима. Оденый. А ты хоть проверил, носки одел? Нет. Ну, что ж было разбудить и сказать, Тима, ну, куда ж ты без носок, чувак? Ты будешь на водички попить? Или ты носки оденешь? Тебе плохо? Или ты носки оденешь? Знаете, как вышла за носками. Саша тоже уже плохо, она уже привела душ. Ты тоже, да? Нет, я сейчас так биться всегда. Так, а чё ж тебе плохо? Не знаю, плохо. Да. Ненавижу убираться. Ненавижу. Кто любит? Да есть такие. Я прям вообще. Ну, пусть все знают, что я, блин, засранец. Не люблю убираться и не люблю порядок. У меня никогда не бывает порядка дома. Дома? Ну, я бывает раз в месяц сделаю генеральную уборку, но хватает максимум на неделю этого. Я тоже не могу, когда прям вот все сложено, убрано. Блин, ну я не могу прямо. Тухис решил макаку, да, прессануть просто жёстко? Ну, ну, Ратмир прикрыл всё обезьяна, и типа у него всё в порядке. Типа у него в порядок такой фейк навёл, знаешь, такой раз-раз накидал вещи игрушками. Да уж, уборка для полуфабрикатов как первое плавание для моряка, как Америка для Колумба и как голосование для телезрителя. Уважаемые, не забудьте отдать свой голос в поддержку любимого участника проекта. Подарите радость артисту. Для этого нужно отправить СМС-сообщение с фамилией участника по номеру 3434. Самый популярный полуфабрикат получит приз от дирекции фабрики, а самому активному абоненту достанется мобильный телефон. До конца проекта остаётся чуть больше двух недель, но до сих пор некоторые полуфабрикаты остаются загадкой не только для нас, телезрителей, но и для жителей Звёздного дома. Поэтому мы и решили, что на фабрике должен быть человек, который поможет нам больше узнать о ребятах. Таким человеком стала Алекса, только вот мы просчитались. Интервью она решила взять только у одного фабриканта. Ну, конечно же, у Тимати. Что самое сложное в жизни в Звёздном доме? Мне сложно, когда наступает номинация, особенно мне было сложно в последней номинации, мне сложно вставать утром, и для меня это просто нереальная какая-то пытка. Постоянно быть энерджайзером, вырабатывать энергию и постоянно целенаправленно работать, не расслабляться. Соблазнов-то много раз расслабиться, и звёздочку можно, наверное, тоже поймать. Типа, а чё? Я всё равно здесь нахожусь, можно ничего не делать, но я всё равно всё смотрят. Это ошибочное мнение. Самое сложное – найти золотую середину, чтобы и оставаться собой, и заниматься креативом, и заниматься своим материалом, и чтобы на всё хватало времени. И готовить, чтобы всё успевать. Золотая середина – это самое сложное. Какой самый важный ценный урок ты получил на фабрике? Фабрика мне помогла немножко больше раскрепоститься и расширить своё направление. Раньше я себе даже не мог представить какие-то совместные работы с попсовыми артистами. Для меня просто были «ноу-ноу» такие, «плиз, ноу-ноу». А сейчас мне это в кайф. Я могу практически с любым артистом, с любой мелодией, любой трек сделать в своём ключе. Плюс я чуть-чуть позанимался вокально. Огромное спасибо Владимиру Марине. В каком возрасте ты первые почувствовала интерес к девушкам? Как это было? Ну, наверное, это было в школе. Это даже было в первом-втором классе. Мне безумно понравилась одна девочка. Вот. Но ей нравился другой мальчик. Ну, а дальше там вот второй, третий, четвёртый, пятый класс. Я был вообще избалован женским вниманием. Меня постоянно тискали старшеклассницы. Но я был мелкий такой. Очень постоянно озорной, постоянно бегал, везде крутился. Меня страшно, они все любили. А по жизни друзей, девушек, подруг у меня вообще нету. Ну, как подруг. Тех, кому я могу что-то серьёзно доверить или позвонить, когда у меня какая-то беда случится. Единственное, я считаю, кто реально всегда была и будет моей подругой, такой реально настоящей, ну, единственным другом, это моя двородная сестра Вика. Ты помнишь свою первую любовь? Наводище, да, вопрос. Любовь, ну, любовь – это такое слово. Безусловно, ну, до прихода на фабрику... А почему мне надо доверили, да-то вообще? До прихода на фабрику мне кто-то нравился, да, кто-то больше, кто-то меньше. Какие-то девушки меня действительно интриговали. Долго. Что за кем-то бегал, никогда такого не было. Никогда. Никогда я никого не добивался. Кому ты в последний раз признался в любви? Ну, я думаю, вот она сидит передо мной. Сейчас. Не могу сказать, что я в последний раз кому-то признался, потому что я никому не признался в любви. Никогда. Ну, пожалуй, за исключением тебя. Ты реально, наверное, первая девушка, которой я это сказал. Я даже могу вспомнить первый раз, когда я это сказал. Если ты помнишь, я тебе это сказал прямо на сцене. Конечно. Это был, наверное, единственный раз. Если фабрика звезд будет продолжаться, то какой совет ты дал бы будущим полуфабрикантам? Будущим полуфабрикантам? Никого не слушайте. Никаких советов я не буду давать вам. Никого, как бы, лечить я не буду по поводу того, что надо делать или не делать. Я не собираюсь никому давать советы. Каждый должен путь пройти сам. И понять всё сам. Ой, да уж. Когда фабрика закончится, и вы покинете звездный дом, и на какое-то время расстанетесь друг с другом, по какому ты будешь скучать больше всего? Ну, с бандой мы не расстанемся, в любом случае. Если ты вдруг решишь потусоваться в Киеве больше, чем неделю, вот тебя мне будет не хватать. Нам неизвестно, что произойдёт на фабрике после окончания проекта. Кто из участников дойдёт? Это фабрика на первом музыкальном. Здравствуйте, в студии Маша Малиновская. Ну что, дорогие телезрители, вы готовы получить очередную порцию фабричной информации? А мы решили преподнести вам сюрприз. И придумали. Если в звёздном доме такие сладкие отношения между полуфабрикатами, то почему бы нам не показать самые сладкие номера отчётного шоу? Тем более, что очередного отчётного концерта времени не так уж много. Давайте вспомним самые яркие номера. Ну, чтобы было с чем сравнивать. Безответная любовь Тихий звон зарей Настоящей уцелной Всё обожаю. Уже как я счастлива. Вы обожаете. Вы как смотритесь. Как я счастлива. Ты не представляешь, Ксю. Вы так смотритесь вместе. Просто нереально. Знаешь, вот на вас смотришь, такое ощущение, что... Вот когда на вас смотришь, ощущение, что просто полная гармония. Знаешь, как на это? Вот вот целое. Да, как пазл такой. Кусочки пазла. Собрался. 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 Скажи, Сань, да? Ой, промо. Да я знаю. Решится сказать на всю страну? Артистом будучи. Ну-у. Все известно, любят девочки, да. Понимаешь? Скажи. У них ещё сегодня концерт где-то. Блин, да мне только что дошло, что она замуж уходит. Чёрт. Да мне ещё с пор не дошло, Ксю. Я знала о том, что так будет уже сто лет назад. Какое ощущение? У тебя ощущение настолько смешное? Ты даже сама не осознаешь. Я не осознаю. Ты просто не понимаешь. Я не понимаю. А осознать только, когда проснётся утром с кольцом в руке? Нет. Я осознаю, когда... А знаешь, если с ним было, Ира, Ира. Как на фабрике всё непостоянно. Вот, скажем, Ирина Дубцова ещё на прошлой неделе была претенденткой на вылет. А на этой уже невеста. Поддержите номинантов. Вдруг им тоже повезёт. Если вы уже сделали свой выбор в пользу одного из номинантов, Юрия Титова, Тимати или Доминика Джокера, отправляйте СМС-сообщение по номеру 3434 с указанием номера участника. Внимание, сообщение платное. Следующий номер отчётного концерта, который произвёл неизгладимое впечатление на публику, Стас Пьеха и Валерия. Кстати, именно на нашем шоу она представила свою новую песню. Отпусти меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отпусти Отпусти Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крутится земля вокруг своей оси Ну, а мне двадцать лет Убопьеза просигналила такси И тебе скажу я снова нет Вновь меня уносит в небо самолёт Я тебе кричу алло, алло, о-о-о-о-о-о Ляль, солнце, я тебя люблю Но замуж не пойду, ты слышишь, Юра? Солнце, я немножко полетать хочу Ты меня опять до дома провожал Обнимал, целовал И расстать луны мне смело обещал Только чтоб сказала тебе да Ты уж извини, но у меня дела Ты мне позвони пока-пока Саня, солнце Я тебя люблю, но замуж не пойду Ты слышишь, Тима, солнце Я немножко погулять хочу Тренажер, массажер, ничему ухажер И на душе должен быть только позитивный мажор Остражание, переживание — это лишний стресс И если что-то есть по делу, то пришли смс У меня нет интернета, нет телефона Я не из центра, а из спального района У меня нету тачки, нету дачи Нету кучи денег, я не одеваюсь в гучи Слушай лучше, зато я всех мажоров круче Чем же круче? Да дай скажу лучше Послушай, тебе правду говорю Ты моя, и я тебя люблю Я тебя так любил, тебе так мечтал Я раньше никогда в такую муть не попадал И чекам никогда таких подарков не делал Лежают часа до морского, не взлету в небо Что значит, любишь, что замуж не пойдешь? Послушай, ты меня такой пойду не разведешь Оставьте эти темы для мажорных мопсов Ты моя, и никаких вопросов Смотрите нас на ВУЗ-ТВ Кстати, из ночного выпуска вы узнаете о том, какие Я за ним, извини, гордость Я за ним одним, я к нему одному Я к нему поднимусь в небо Я за ним упаду в пропасть Я за ним, извини, гордость Я за ним одним, я к нему одному Понимаю, что для вида я друзьям улыбаюсь Это непросто Я поставил ноту, точку, но опять запятая Это серьёзно Разлетаюсь от тоски на куски На осколки, всё бесконку день за днём Да гори оно огнём Только в мыслях всё о нём и о нём О нём и о нём Я к нему поднимусь в небо Я за ним упаду в пропасть Я за ним, извини, гордость Я за ним одним, я к нему одному Я к нему поднимусь в небо Я за ним упаду в пропасть Я за ним, извини, гордость Я за ним, извини, гордость Я за него, я к нему одному Я к нему поднимусь в небо Я к нему поднимусь в небо Я за ним упаду в кровь Я за ним, извини, гордость Я за ним одним, я к нему одному Я к нему поднимусь в небо Я за ним упаду в кровь Я за ним, извини, гордость Я за ним одним, я к нему одному Спасибо, спасибо, ребята Это есть хорошо Ну что, дорогие телезрители Я все с тем же призывом Принимайте участие в рейтинговом голосовании Если хотите Юра, Юра, все будет хорошо Женька нифига не поддерживает Ну я правильно Я тебя поддерживаю Случится там со мной быстрая смерть На сцене Ну я шучу, конечно Я на Чурика в эту пятницу Итак, голоса распределись следующим образом Юра, ты что? Зрители спасли там Юрка, ты что? Нет, конечно, я не знаю, что будет Просто Это Фабрика на первом Здравствуйте Не успели опомниться А через три недели уже финал В идеале три недели на то, чтобы мобилизоваться И использовать последнюю возможность себя проявить На практике три недели сомнений, мучений и переживаний Я хочу сказать, как человек, который смотрит телевизор Как обычный телезритель Хочу сказать, что песня «Понарошку» очень ратируемая песня И там была явная удача, что отражается на просто интересе зрителей Это уже сверх удача вообще Того, что здесь оказался, есть результат реальный у тебя И поэтому Я не знаю, следующая песня не должна поставить задачу убить предыдущую Она должна просто открыть то, чего не было в этом Все о любви и мне Так обидно Просто в глазах твоих Слез не видно Наши пути Ищу На ладошке Эта любовь Была Понарошку Да там слушайся всех Крутится твоя эта песня, все отлично Слушайся, что тебе там говорят, ладно? Ладно, ладно Вот Ну чего? Ну хорошо Давай там репетируй это самое Танцуй, пой, пляши Это Юра включила Поцелуй меня День 5 Поцелуй меня Как последний ад Ты в глазах застой Скажи Постой И я Блин, ну тебе же подарили Плеер, ё-моё Ой, не могу У меня голова кружится Юрка, я тебе говорю Что, я считаю, что Все будет нормально Я просто Это будет просто крупнейшей Несправедливостью Просто крупнейшей Ну почему? Ну как, почему? Ну потому что Потому что это несправедливо просто Нечестно Ну, Женька, так ты думаешь Так ты считаешь Ну, это не только я так считаю Юрочка тебе дала Я его не боюсь Я Иногда Спокойно Ну, хотя есть такой момент На самом деле Я его боюсь Нездоровый К ощущению, что сейчас достанет Из-за угла ножик И просто так Мне нравится Иногда так с ним С ним заговариваешь Он прям так Как ты так Что-то там скажет Что-нибудь Потом под нос И Зверек какой-то, знаешь Закончится проект Независимо Сейчас он закончится Или через две недели Для меня лично Это не важно Для меня важно то Что ты здесь сделал Есть несколько номеров От которых я просто кайфую Спасибо Все Все остальное Я просто хотела тебе Как бы, чтобы ты Может быть, ты немножко Запутался Чтобы ты помнил Что как бы есть Профессиональная линия А есть вот эта эмоциональная Вот эта куча Понимаешь Воронка Которая затягивает Естественно Понимаешь Вот и все Вот ты эти две вещи Раздели для себя Все остальное Как бы сразу Встанет на свои места Кстати, Юра В последнее время Наоборот себя Как бы лучше вести Стал, на мой взгляд Я немножко так Освоил Два месяца Нормально как-то Он начал себя вести Ага Ну вот Как-то в мою сторону Все подуспокоилось Friends Diamonds Diamonds Are Girls Friends Oh Pretty, pretty, poo-poo Спручай I wanna be loved by you I wanna be loved by you Just you Nobody else but you I wanna be kissed by you Just you I wanna be loved by you Телезрители, абоненты МТС Подключайтесь к фабрике С помощью вашего мобильного Вы можете пошпионить За обитателями звездного дома Обсудить последние новости И поделиться впечатлениями С новыми друзьями В чате фабрики звезд Достаточно лишь набрать номер 0606 И следовать инструкции Также абоненты МТС Могут установить на свой мобильный Фотографии участников Логотипы фабрики И скачать мелодии для телефона Для этого необходимо Отправить смс-сообщение С названием модели своего телефона По короткому номеру 1212 И следовать инструкции Фабрика звезд Это мобильно Такая фишка, да? Телеефир Словно гипноз Зомбируя Фабрикуют суперзвезд Шоу-бизнес Тонет сос У нас все всерьез Но в воздухе застыл Один большой вопрос О боже Сколько лет Одно и то же Ей-ей На кого стали похожи Мы Лицы Мы в мазаны сажей Помилуй скажем О боже Прости, не верил Но быть может Ей-ей Нету истины дороже О-о-о Чем моя любовь Искуту Что звенит Под кожей О боже Ну бодрый чё Вот я буду на мяце Девчонки Да, серьёзно? Да Два дня, один день И всё Пятница Пятница и Я там И ты будешь даже сжигать На сцене Ой Я, честно говоря, боюсь Почему? Почему? Боюсь Сколько не знаешь Ни это самое Ни номера Ни спеть Боюсь А сколько Чё получится из этого Вот этот Твой трек Нужен доделать Именно твой вокал Нужен доделать Ритмический Есть Моменты Которые нужно Доделывать Но он Хороший трек Очень хороший Очень стильный Поцелуй меня Сейчас Поцелуй меня Как последний танк Ты глаза Зато Не скажи Под что Не я Помоги У меня маман Тоже с приколом Я такой Алло, мам Она такая Ну что, говорит Щевель-то готовить Щевель Суп Я имею в виду Зачем? Ну в плане К возвращению Кинотеатр Плюс караоке От LG Спонсор программы LG Номинанту Джокеру Повезло чуть больше других На прошлой неделе Он стал победителем Рейтингового голосования И ему удалось Чуть развеяться И глотнуть Свободного воздуха Доминик и Фабрика 3 Дали концерт В городе Уфе Вставайте Да Вот Турист Я привез вам мед Сейчас Привет Ну рассказывай Что-то Народ-то был нос Переаншлаг Цирк Переаншлаг Я работал самым последним Меня объявил Никита Они орали так Что я не слышал куда петь Сам концерт очень сильный Но такого не было Музыка Ты старичный Я считаю У тебя было друзей И я до любви моей Просто ничем Я уже не верю, собак, что ты была за мной И для сотен тысячных дней И за носами Кто-то за число твоих оку Кто-то необыкновенный труд Ты моя петла Ты теперь звезда Я же в прошлом навсегда Там потом была Саша плюс Маша Я с ними бегал по сцене Прикалывался с Никитой Они вот орали не прекращая всю песню до конца Кстати, я перенимали просто, но трешки говорят, что у них такого не было. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня было феерическое шоу. Вот как раз именно эту фразу можно употребить к сегодняшнему шоу. Сначала мы порвали зал, а потом зал пытался порвать нас. Ну вы знаете, слава Богу, что не удалось нас порвать. Я считаю, что мы выдержали. Мы молодцы. И Доминиф просто умница. Ему будет легче всех. Теперь четвертый. Он видел. Эту реакцию он теперь знает. Мы выбираем джокера! Я хочу первое место здесь поразить, чтобы мне хоть какой-нибудь подгон сделали. Я уверена, что ты можешь в эту пятницу. Есть шанс, но не факт. Почему-то я вот уверена, что так будет. Потому что у тебя было очень два удачных номера, плюс у тебя были еще две предыдущие недели удачные. Да. Я уверена, что может случиться такое, что ты возьмешь первое место. А мы работаем себе и не забываем о том, что скоро финал и гигантский концерт в спорткомплексе «Олимпийский» 8 июня. Но есть и более насущные проблемы, решить которые без... МТС. Выбери свою... МТС. Выбери свою... ...фабрики я. Давайте сейчас еще и песню, посвященную... Попца на фабрике? Попца на фабрике. А что такое? С рэпом там, со всеми делами. Попец отрастила на фабрике себе. Люля отрастила. И рада себе. На пути, как бы, прикосновения твоего звука к слушателю есть некая пауза. Подавай его, касайся. Вот как я сейчас говорю с тобой, у меня есть обращенность. Ты точно так же звуком прикасайся к слушателям, понимаешь? Чтобы он не оставался в тебе. Окей. Продолжение следует... И вдруг это тебе не понравится. И бывают же... Мальчик, может быть, с игрушками, щекотаться как-нибудь такое, да? Мальчик, может быть, с игрушками, щекотаться как-нибудь такое, да? Мальчик, может быть, с игрушками, щекотаться как-нибудь такое, да? Синхронно, вот чтобы мы одинаковости и какие-то движения с пальчиком поделали. Да, там, разошлись, поделали. Послушай меня, послушай меня, секунду. Один раз, как я тебе... Послушай меня, пожалуйста. Маша, мне кажется, что это наша с тобой история. Не надо никаких лишних людей вообще на сцене, понимаешь? Не нужно, Ксюша. Ты не понимаешь, я тебя все понимаю. Я поеду придумала. Просто мы как бы с тобой станцуем, да? Вот ты выкручил, что-то... Можно на этом проигрыше просто побеситься, щекотаться, вытрогаться. Чем вот это все, вот эти все фигни. Мы с мальчиками просто сделаем пару движений. Ты боишься движения учить, Ксюша? Нет, я не боюсь движения учить. Классно, пару движений каких-то там, можно какие-то... Они даже будут трогательные, да, и что-нибудь такое. Они в костюмах, они будут просто как пятна, как мальчики. Понимаешь, мальчики снятся разные. Потом опять припевем, мы с тобой, например, бежим друг к другу на встречу, потом она говорит, и бывает же. Это будет трогательный, Ксюша, это должно быть трогательный. Ну так это без мальчиков тогда. Я тебе говорю, это лишний. А в конце подожди. Я жду, когда его закончится, я сейчас скажу. Да, вот. Клёво, что я с маршалом пою. Что? С маршалом пою. Не слышим ничего. С маршалом пою. Но ты наоборот тише говори. С маршалом пою. А, маршалом что? Я что не хотела, я мечтала. Я знаю, что ты поешь, уже программу напечатали. Любовь приходит и лишает сна. Любовь приходит, если хочет сама. Сладко. Уходит прочь, когда ей не верны. У любви, как у луны, две стороны. Это хорошо, да, ну что я не вернусь. Тебя обрастутый, я подумаю, Боже всем вышний. Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду. Она споет песню с тобой. Такой хардкор, да, вообще. Настя просто, я говорю, она выкладывается всегда прям по поводу и бесполно. Причем чувак сейчас играл так громко, и она перекрывала фанину. Перекрывала мыть. Я еще говорю, что постучи, Настя, она говорит, да нет, это бэковка лиска у нее. Потом мы заткнулись и так, ой, черт, это же Настя. И качнутся бессмысленной высею пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду. Настаиваю на том, чтобы вы были с нами круглые сутки. Продолжайте наблюдение за «Фабрикой звезд» на сайте www.1tv.ru. Ну а в пятницу в 21.30 в прямом эфире на Первом канале вас ждут Иосиф Кобзон, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Валерия Меладзе, Мария Ржевская, а также группы «Блестящие» и «Би-2». И еще, не пропустите свежий номер журнала «Ес. Фабрика звезд» С постерами полуфабрикатов всех четырех поколений. Все это я к тому, что если музыка, то на Первом, а если звезды, то на Фабрике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мамба! Диагональ! Ух! Марш! Готовы с самого начала! Бам-бам! Стоп! Между прочим, в «Звездном доме» уже полдевятого утра. Странное состояние для полуфабрикатов в столь раннее время. Хотя это все отчетный концерт. Что не сделаешь для того, чтобы блеснуть мастерством на шоу. Тем более, что на этой неделе предпоследний отчетный концерт. Ведь до финала осталось всего три недели. Добрый день! Это снова «Фабрика» на Первом музыкальном студии Маша Малиновская. А теперь живо на занятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вперед! Колеса! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тимоти, Тимоти. Такой вообще странный персонаж, Тимоти. Какой-то как ник в интернете у девочки маленький. Слушай, ты чувак с женской фамилией. Ну да, у меня женская фамилия. Давай себе что-нибудь сегодня тоже подделать. Я постоянно вообще ничего не делаю. Ба! Ёжкин свет! Надо было провести... Ты что, я так ждал этого момента. У меня, смотри, даже визитки все рассыпались. Сегодня случилось самое главное. Кто умер? Сегодня Евгения... А, чёрт. Хотела поработать. Сказала, что я буду работать. А чё? Ну вот, в первую очередь. Давай, поехали. Лялька, а ты чё? А чё ты тут сидишь-то? Там тревога, а ты тут сидишь. Эй, Лёль. А нас, представляешь, ладость отпустили. Ну да, понимаешь, приезжаем. Мы уже готовы, все там сидим. И нам говорят, а бойся идёт, идите домой ночуете. Я уже приехал ночевать. А нам автоматы там дадут, пообещали. И чё-то сучить будут прям, да. Ты чё, чё плачешь-то, Лёль? Чё расстроена, что ты чё? Ты не понимаешь. А что я не понимаю-то? Это ты не понимаешь. Немцев не подпустят всё равно к Москве-то. К зиме-то всё же закончится уже. Лёлька, ты чего? Там тревога, а ты тут сидишь. Люди распустил. Только вставай. Вставай, Лёль. Ты чего? Давай побальсил. Ну, давай уже, приходи в себя. Эй, Лёлька, давай. Слышишь, как гудит. Мил, мил, мил. Лёлька, ты чего? Ты не понимаешь. Что? Тебя убьют. Кто меня убьёт? Фашистов-то всё равно ведь не подпустят. Ты же должна понимать, а ты ж. Мне страшно. Мне страшно. Нет, не страшно. Обними меня. Тюнечко. Молодец. Любовь приходит и лишает сна. Любовь приходит, если хочет сама. Сладко. Уходит прочь, когда ей не верны. У любви, как у луны, две стороны. Это хорошо, мне нужно. Ты нужна мне, ты нужна мне. Как ночь в луне, как ветер облака. Ты нужна мне, ты так нужна мне. Молодец, молодец, супер. Как солнца луч везде, ты мне нужна. Ты нужна мне. Много, очень много, я не могу тебе сказать в глаза. Но ты сама с вами, очень много. Ты так нужна мне. Как солнца луч везде, ты мне нужна. Саня, местами просто достал до самых сокровенных чувств. Он не мог петь у меня. Классно, классно. Вот так номинант Джокер подготовился к отчетному шоу. Думаю, что во время концерта будет плакать не только Алекса, но и наши сердобольные телезрители. Уж слишком романтичное произведение получилось. Но пока вы еще находитесь в адекватном состоянии, предлагаю указать нам на самого рейтингового из ребят. Для этого нужно отправить смс-сообщение с фамилией участника по номеру 3434. Самый популярный полуфабрикат получит приз от дирекции фабрики. А самому активному абоненту достанется мобильный телефон. Отчетный концерт – мероприятие серьезное и очень ответственное. Каждый из артистов должен быть готов к нему. И не только морально, но и музыкально. Вот и разбежались наши полуфабрикаты по классам. Номинанты, например, заняты репетицией своих сольных номеров. А остальные – на уроках по актерскому мастерству. Лёд, сладян, тревога же, Лёд. Тревога? Молодцы. Тревога, конечно. И что? И сколько таких еще будет? Молодец, он о своем, а она о другой тревоге. Вот что она. Какая тревога, Лёд? Да мы с тобой... Ты представляешь, я с автоматом. Я буду защищать Родину, Лёд. Да я мечтал об этом, Лёд. Да пойми, ну. И когда я вернусь, я буду... Когда я вернусь, я буду... Я буду мужчиной рядом с тобой, Лёд. Да мы с тобой хозяйство заведем, представляешь? И сюда, и сюда, и сюда. И тишек. И вот в этом останься, и сюда, вот. И тишек, да ты матерью будешь, Лёд. Настоящей. Молодец. Ты не понимаешь. Вот, вот, и в это. Представляете, ну, как ушел, так и вернулся. Он даже мгновение пролетит. Да ты не понимаешь, это надолго. Да не понимаешь. Надолго, ты понимаешь, обновление. Да все хорошо будет. Молодец. Хорошо. Начинаем. Когда-нибудь пройдет мороз, и теплым будет вечер. Я скажу тебе без слез. Не торопи. Что ухожу навечно. Молодец. Что цвет бессолнечной зимы утратил свою силу. И ты тогда меня пойми, и ты меня помилуй. Я прошу тебя всерьез. Не помышляя встречи. Когда-нибудь пройдет мороз, и теплым будет вечер. А, и, и, и. О, Боже. Сколько лет одно и то же. Е-е-е. На кого стали похожи мы? Лица вымазаны сажей. Помилуй скажем. О, Боже. Прости. Я не верил, но быть может. Е-е-е. Нету истины дороже. Чем моя любовь к искусству. Что звенит под кожей. Телеэфир. Словно гипноз. Зомбируя. Фабрикует суперзвезд. Шоу-бизнес. Тонет сос. У нас все всерьез. Но в воздухе застыл один большой вопрос. О, Боже. Сколько лет одно и то же. Е-е-е. И никогда не знал, что путь будет таким сложным. Е-е-е. Стоп. Представляешь? Выдадут автомат. Нам сказали, что будем учиться воевать. В боевой обстановке автоматом дадут. Что с тобой, Боже? Да что с тобой такое-то? В Москве эти гады все равно не отпустят. В Москве эти гады все равно не отпустят. Хорошо, говори. Не отпустят. В Москве гадов этих все равно фашистов. Ну не, зиме уже все это закончится. Ты чего? Все нормально будет. Пойдем. Пойдем. Сставай. Ну что ты раскисла-то? Говори! Блэк, ты чего? Ты не понимаешь. Хорошо. Это все надолго. Ну, ну, ну. Ты не вернешься. Да вернусь. Полгода всего. Не вернешься. Слушай, дорогая. Обними меня. Обними меня. Не страшно. Не страшно. Артисты погорелы в театре. Всепоглащающая любовь, неугасающая любовь. Всепоглащающая любовь, неугасающая любовь. Всепоглащающая любовь, неугасающая любовь. Спасибо. Можете варить. Но я тебя ненавижу, я тебя ненавижу! Я ненавижу, 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 я тебя ненавижу, я тебя ненавижу, я ненавижу, я ненавижу тебя, ненавижу, тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ненавижу, ненавижу. Ха-ха, те все угадайте, кому эта песенка посвящается. Даже и не догадываемся, кому же может посвящаться эта песня. Настя, мы надеемся, в ближайшее время ты нам расскажешь. Кстати, поклонники фабрики, вы ведь от нас тоже многое скрываете. Некоторые из вас, скажем, еще не рассказали нам, кого же они хотят оставить в Звездном доме. Мы ждем. И если вы уже сделали свой выбор в пользу одного из номинатов, Юрия Титова, Тимоти или Доминика Джокера, отправляйте смс-сообщение по номеру 3434 с оказанием номера участника. Внимание, сообщение платное. Вы смотрели фабрику Звезд 4 на Муз-ТВ. В студии была Маша Малиновская. Через несколько часов мы вновь в эфире. Здравствуйте, с вами Маша Малиновская, а это спецвыпуск фабрики Звезд. Не устаю каждую неделю напоминать, что в нем мы обращаемся к тем людям, без которых жизнь в Звездном доме представить невозможно. Это наши эксперты, преподаватели, продюсеры и именитые гости. На этой неделе, кстати, они задумались, что же такое фабрика. Игра, учеба или обычная жизнь? Нет, они не ощущают, что это игра. Да это и не игра. Это все очень серьезно. Может даже и хорошо. Потому что на самом деле они поэтому испытывают, наверное, эти безумные эмоции. При номинации, при там, при чем-то. Если бы была игра, они бы, наверное, каждый тот вечер курались, либо пендрились бы, и чем-то такое утворили. Но они проживают нормальной жизнью. Ну что, ребята, а не скучно ли вам? Мне кажется, что это отличный проект. Потому что, конечно же, здорово, что молодые люди, совсем играющие и поющие музыку для молодежи. И, конечно же, то, что с вами занимаются профессиональные, реально, высоко профессиональные люди, это здорово. Я думаю, что кто-то соревнуется, есть предположения такие, а большинство просто, это вот дух соперничества, он психически очень убивает. И они это давно поняли, и просто живут, и пытаются, так сказать, найти способ такого мирного сожительства и сотворчества. Я думаю, что я научилась вот в заданных условиях, с заданными ребятами, получать ту маленькую радость, да, которая, собственно говоря, могла бы значительно больше. Я стала терпимей просто. Может быть, где-то меня раздражает, что они не убираются. Ненавижу убираться. Ненавижу. Кто любит? Да, есть такие. Ну, я прям вообще... Ну, пусть все знают, что я, блин, засранец. Когда ты попадаешь в сложную ситуацию для себя, нельзя, нельзя затягиваться в воронку. Нужно все равно осознавать четко, для чего ты сюда пришел. Если ты пришел сюда работать, значит, тебя не должны волновать какие-то вот такие вот вещи, которые здесь происходят на фабрике. Все они разные. Разные темпераменты, разные свойства психологические, там, аппараты у всех разные. И в том смысле, что, так сказать, сталкиваясь с необычным, приходится искать дорожку, как бы это с этим работать. И в этом смысле, конечно, любой человек является учителем, любой ученик. Ну, ты мечтал номинироваться, мечтал два раза номинироваться. Получится, сейчас будет. Что касается Доминика, да, человек талантливый, креативный. Слава Богу, он перестал быть ребенком. Большим, безобразным таким, знаете, такой, как я его называла, такой шимпанзе, который бегает. Он стал стрезоточен, интересен. Он вообще, на самом деле, очень глубокий парень. Просто вот эта внешняя какая-то аффектация, вот, да, вот эти всякие штуки, они, как бы, немножко мешают разглядеть Доминика того, который, в общем-то, он интересный парень. Тем более, очень хорошо пишет. Он, конечно, не полуфабрикат. Он старался выглядеть здесь учеником. Старался, как бы, возможно, старался чему-то научиться. Но он абсолютно профессиональный музыкант. По-моему, это всем понятно. И для меня лично его ценность на фабрике состоит в том, что он очень здорово нам помогал. Ты от фабрики, я считаю, получил предостаточно пиара. Это композитор, как исполнитель. Материал у тебя есть в чем, да? Да, материал есть. Надо только успеть его сделать. Ты не выходишь в свою студию, ты пишешь для всех, успеваешь писать еще какие-то вещи, какие-то краски для других номеров. Я ему благодарна. Он вытаскивал иногда тяжелейшие номера. Быстро, качественно, профессионально. И сейчас, если нам нужно быстро что-то сделать, интересно и креативно, он всегда рядом, он всегда поможет. Мне этот человек очень нужен в фабрике. Я надеюсь, что, так сказать, еще какую-то грань тот же Доминик откроет в себе. И что касается всех тоже. До конца нашего проекта осталось всего несколько недель. Это означает, что скоро на большую сцену выйдут полноценные фабричные артисты. И в количестве, а вот сколько ребят останется в Звездном доме до конца, никому не известно. Ведь, несмотря на ощущения финала, номинации продолжаются. На этой неделе одинаковые шансы не вернуться в Звездную обитель имеют Доминик Джокер, Юрий Титов и Тимати. Каждый из них переживает и мечтает, чтобы судьба была к нему благосклонна. Ты реально яркая персона на фабрике, это факт. То есть надо просто каждую номинацию использовать как сольный номер и еще одну страничку в своей собственной раскрутке, понимаешь? А вы вообще настроены, когда думаете о будущем? Вот что будет, когда я вылечу тебя? Хочется, чтобы это было хорошим стартом, а дальше подъем подъем. А вы верите, что это у вас такой хороший будет старт? Ну, если не хороший, то, по крайней мере, неплохой и громкий. Тимати вообще, как бы, для нас некое такое открытие с точки зрения человеческой. В том смысле, что это достаточно цельная натура. В данном случае в Тиме эта номинация скорее психологическая. Скорее это поднятие его личности, внутренней личности. Потому что с точки зрения вокала, там танца, шоу он уже показал. Модного человека он нам провел уже во всех своих красках. Я думаю, что здесь просто еще какой-то очередной психологический барьер. Я так хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам. Миллионы раз, я так хотел быть с тобой. Рядом маленькая, но вот пришел этот день без твоих глаз. Мне смущает только одно. Вот я когда пытаюсь что-то объяснить вам такое, знаешь, в чем смысл, чтобы что-то неправильно поступили, неправильно сделали. Понимаешь, ты не говоришь мне о том, ни разу ты мне сказал, да, мы были неправы. Ты всегда мне говоришь, ну мы же хорошие. Мы же самая лучшая фабрика, да, Алина? Признать свои ошибки, на самом деле, это очень благородное дело. Это дело такой высокой чести. А быть смешным, выходить из ситуации таким, знаешь, какими-то своими штучками, это не всегда хорошо. На самом деле меня очень вручает твое будущее. Да, я видела как бы хороший всплеск выступления. Я видела хорошую фактуру, да, там, много были там какие-то нюансы, но, понимаешь, за этим ничего не стоит. Я боюсь, что за этим вообще ничего не стоит, понимаешь? Здесь какой-то внешний фасад, который пока еще держит, да, всю эту ситуацию, но я боюсь, что там дальше пустота. Вот что меня смущает. И я это делаю вывод на основании наших репетиций, на основании того, как ты идешь к песне, как ты к ней подходишь, понимаешь? Я не вижу искренности. Я не вижу, когда тет-а-тет, вот я и песня, я и музыка, я и то, что я даю людям. Я этого не вижу. В плане человеческих взаимоотношений я слышала о нем очень много хорошего от ребят. Вот. Многие говорили мне, что он один из тех, от кого вообще не было негатива на фабрике. По отношению к ребятам, тем более по отношению к педагогу, вот, он очень позитивный, он скромный. Я так понимаю, что это тоже крайне редкое качество вообще в наше время, и на фабрике тем более. Доказали меня за мою закрытость. За какую закрытость? Ну как? Что-то не знаешь, что ли? Ну, поведение мое. Ты не научился коммуникабельности общения, принимать людей такими, какими они есть, и открывать себя. Ты не научился для себя важным вещам, которые тебе необходимы. Добились, 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 добились слез, добились. Они все по-разному абсолютно сейчас. Вот на данном этапе они голосуют по-разному. У кого-то эмоции, у кого-то творчество преобладает. То есть у них всё-таки не сформировалось мнение о том, что для них важно. Важно то, что человек профессиональный, ему уже нужно дальнейшее проживание на фабрике, но оно просто необходимо уже. Или это то, что вчера обидели кого-то, а сегодня вот так, вот так, вот так. То есть на самом деле они пока разношерстные. Чем ты руководствовался, когда голосовал против Дубцовой? Ты можешь не отвечать. Нет, почему я отвечу? Своей совестью. А совестью я что подсказывал? А то, что я за Радмирю проголосовал, вы имеете в виду? Нет, против Дубцовой, не за Радмирю. Просто в данный момент там находился Радмир. А кто бы там ни находился, почему-то голосовал против Дубцовой. Знаете, Григорьевич, я почувствовал, что... Я сказал в микрофон, что всё будет хорошо у Иры. Мне кажется... Что? Вы выбирали просто сильного конкурента? Нет, я об этом даже не думал. Они стараются выбирать по профессиональным качествам. Они стараются. Мне кажется, они понимают, что как бы их личные взаимоотношения как бы не на первом месте. Но я сама лично думаю вот по этому поводу, что... Будь там он хоть курским соловьём заливается человек, пусть он заливается вот курским соловьём. Но если он непорядочный, если у меня нет как бы к нему интереса как к человеку, я не стала бы за него голосовать. Звёздочка решающая. Решающая? Моя звёздочка решающая? Ну ладно, ладно. Последняя нерешающая. Ириш, я тебя очень люблю, ты это знаешь. Я знаю, что у тебя всё очень будет хорошо. Всё... Я имею в виду творчество. Всё замечательно. Радмир я очень люблю. Как человека и... Просто человек не близкий, а ближе тебе Радмир оказался. Поэтому ты проголосовал за Радмир. Невзирая на музыкальность, невзирая на профессиональную. Я не хочу и не могу спорить. Это ты не можешь спорить, потому что это реальность. Значит, ты не понимаешь тогда, что ты делаешь и о чём ты говоришь. Вот они, номинанты этой недели. Каждый из них дорог нам. Ведь каждый по-своему уникален. И я с трудом представляю, кто же из этих парней мог бы покинуть пределы Звёздного дома. Но это неизбежность. И если раньше они могли рассчитывать, что в крайнем случае их спасёт продюсер Игорь Крутой, то теперь это невозможно. Я напомню, что Игорь Яковлевич на прошлой неделе уже воспользовался правом вето и спас Ирину Дубцову. Так что теперь номинантам придётся ждать милости от вас, телезрителей, и от своей команды. Вы смотрели специальный...